Завершилось слияние холдинга речной порт Якутской группы компании Starway. Новый владелец получил право владения несколькими предприятиями, а на уходящей неделе участники договора встретились с журналистами и рассказали о дальнейшей работе. Как они отметили, перемены никак не отразятся на работниках. Замечу, что большой интерес средств массовой информации и жителей республики был вызван тем фактом, что предприятие является стратегическим и от него непосредственно зависят жизненно важные сферы. К чему приведет слияние, как повлияет на якутян продажа активов якутского речпорта, расскажет Сырглана Захарова. Речной порт Якутск не продавали, а слили в одно целое с группой компании Starway. С такого пояснения начали встречу с журналистами участники договора о слиянии. В частности, 100% активов компании выкупил Осетровский речной порт. Теперь он получает право косвенно управлять деятельностью холдинга. В него входят судоходные компании Якутск и Вилюйск, а также и речной порт Якутск. На работниках и деятельности компании перемены никак не отразятся, отметил генеральный директор Якутского порта Ради Васильев. Пока, как говорят сами сотрудники речпорта, изменений на себе и вправду не ощутили. Павел Серебряков работает в организации еще с советских времен. За это время он видел и развал старого уклада в период перестройки и банкротства компаний после 90-х. Тогда ситуация на самом деле заставила всех побеспокоиться о дальнейшей судьбе предприятия. А сегодня, по его словам, работа протекает в обычном режиме. Мы как работали, так и всегда работаем. Я считаю, что вся работа держится на трудовом коллективе. Но в то же время прогнозы на будущие сотрудники делать не спешат. Время покажет, говорит Павел Петрович. В отличие от них, руководители с уверенностью делятся планами. В первую очередь, слияние, по их словам, положительно скажется на транспортно-логистических услугах Иркутской Якутии. Это важно именно в той части, что теперь получается в одну группу компаний входит предприятие, которое занимается приемом грузов с ЖД и с транспорта на входе. И, соответственно, деятельность по приемке грузов здесь, в Якутске, с дальнейшим распределением регионы Центральной Якутии и Северной Якутии. Это приведет к повышению скорости и качества прохождения грузовых потоков, уверяют директора компаний. Также перемены повлияют и на тарифную политику. Отметим, что Старвей – это многопрофильная организация. Она занимается предоставлением транспортно-логистических услуг в регионах России. В его состав входит Осетровский речной порт. Стоит заметить, что его называют западными воротами республики. Именно через Осетрово в Якутию поступают все грузы, доставляющиеся в районы по реке Лени. Однако флот компании на сегодня состоит только из сухогрузов. Они ориентированы в целом на перевозке строительных материалов, ПГС, жизнеобеспечивающие грузы. Эти предприятия не перевозили. Таким образом, даже после слияния флот компании будет уступать наливным и сухогрузным судам ЛОРПа основного перевозчика в Якутии. Что же касается работы самого речного порта, который является стратегическим предприятием, предприятием естественной монополии, то здесь стоит отметить, что при заключении сделки одними из обязательных условий было соблюдение, сохранение равных прав между компаниями, которые работают на реке Лени при предоставлении им услуг. За всеми деталями сделки следила антимонопольная служба. Были выдвинуты условия, что необходимо сделать компанию для того, чтобы обеспечить конкурентную среду на рынке. Сегодня по завершении сделки есть предписание, которое мы должны выполнить для обеспечения конкурентную среду. На какую сумму оценили активы Якутского холдинга, на встрече так и не озвучили. Конкретики не было и по планируемым размерам вложений в дальнейшее развитие порта и обновление оборудования. Однако, как сообщил генеральный директор Старвея Владимир Кожакар, в Якутский порт будут вкладывать не меньше, чем в Осетрово. Мы ежегодно вкладываем 100 миллионов рублей в обновление фондов сроков личного ремонта обновления. В ходе процесса слияния компаний возникало немало вопросов еще и о том, в чей же бюджет будут отчислять налоги новые руководители. На этот вопрос они ответили следующим образом. Юридический адрес за организациями сохраняется, а следовательно и деньги останутся в республике. На пассажирские перевозки слияние никоим образом не повлияет. Об этом тоже сообщили на пресс-конференции. Еще задолго до заключения сделки организация пассажирские райперевозки вышла из холдинга «Речной порт Якутск». Теперь она существует как самостоятельная организация. Чем же обернется для республики и других судоходных компаний слияние двух холдингов, узнаем уже в следующем году, когда на главной водной артерии Якутии откроется очередная навигация. Сарглана Захарова, Андрей Осикритов, Евгений Лугинов, Владимир Таюрский. Якутия. День за днем.